Сегодня у нас 14 июня 2015 года. Наш перед Девадьевстан идет православный. А здесь коровки выгнали пастись, травку кушать, шахмалочка была. Вот пасет Лиза Устинова. Так, дистанцию держим. Нестор. Нестор. Интересно, как будто кричат у них все время. Сеня, приподмени подругу. Нестор. 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 Песня. 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 Просвятителя Иоанна Митрополита Тобольского, Иннокентия, Митрополита Московского, Просвятителя Сибири и всех святых в земле российской просиявших, их же и память ныне совершаем, святых праведным Богу Отец и Акиман и всех святых, помилует и спасет нас, як облак и человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоустова о том, как с поспешностью и дели Божьей нам благодать Божия. Ибо своими человеческими силами мы мало что можем сделать. Приводятся примеры из Ветхого Завета, когда, говорит, народ израильский был в порабощении у египтян, то было принято решение, что истребить их совершенно, всех рождающихся младенцев мужского пола умерщвлять. Но вот получилось обратно. Народ все умножался и умножался, несмотря на этот такой жестокий приказ фараона. Господь положил на сердце бабкам повевальным, страх на них навел, что они боялись о Боге и не делали этого. Мы видим другое, когда Иосиф попал в бедственное положение, когда со всех сторон был стесненный, проданный братьями в рабство. Там был он оклеветан женою домоправителя фараонова. Нет никакого спасения и надежды, но у него была надежда на Бога, истинного Творца Неба и Земли. И он и там не нарушил закона перед ним. И видим, как он был возвеличен из темницы, возведен вторым человеком в царстве египетском стал. Здесь святитель переводит нас в Ивановый Завет, в Деяние апостола, 4 глава. Видим, что идут в храм помолиться вместе. Иоанн и Петр возле храма сидит от срева Матери, рожденной храмой, который милостыню просит. Они останавливаются, нет, говорит, у нас ни золота, ни серебра. Но что имеют, то даем. Во имя Господа Иисуса Христа встань и ходи. Когда стали кто-то недумевать, там даже и возмущаться, они говорят, мы не своей силою это сделали. И Петр, который только что, еще совсем недавно, отрекся перед служанкой, не знаю сего человека. И этот самый же Петр сегодня говорит так. Мужи израильские, что дивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто мы своей силою и благочестием делали то, что он ходит. Третья глава. И далее говорит Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда Он полагал освободить его. Но вы от святого и правильно отреклись, и просили даровать вам человека-убийцу. А начальника жизни убили, сего Бог воскресил из мертвых, чему мы и свидетели. И ради веры во имя Его, имя сего, укрепили сего, которого вы видите и знаете, и вера которого от Него даровала Ему исцеление сие пред всеми вами. То есть не своей ему силой это сделали, но силою распятого, которого вы, говорит, распяли, этот Петр, который только что недавно отрекался перед служанкой, теперь пред всем народом обречает их. Это вы, говорит, предали его. Пилат, язычник, хотел отпустить, а вы его послали на распятие. Когда кто воспоминится любовью к Богу, то уже не хочет более смотреть на предметы, подлежащие зрению телесному. Но, имея в себя другие очи, то есть очи веры, постоянно устремляет ум свой к небесным предметам, их созерцает и, ходя по земле, делает все так, как будто живет на небе, не встречая ни в чем человеческом препятствия к подвигам добродетели. Такой человек не смотрит уже ни на приятности жизни, ни на противные и тяжкие обстоятельства, но, проходя мимо всего этого, поспешает в свое Отечество. Как бегущий с великим напряжением, почувственному поприщу, не видит встречающихся, хотя бы они тысячу раз сталкивались с ним, но, устремив мысли свои к поприщу и быстро пробегая все, стремится к предположенной цели, так точно и старающейся идти поприщам добродетели, и зайти от земли на небо, оставляет все видимое внизу, все свое внимание обращает на поприще и не останавливается, не удерживается ничем видимым, пока не достигнет самого верха добродетеля. Для человека с таким настроением ничего не значит и тот, что кажется страшным в настоящей жизни. Он не боится ни меча, ни пропасти, ни зубов зверей, ни пыток, ни рук палачей, ни другой какой-либо неприятности житейской. Нет, пусть положат пред ним горящий уголь, и он пойдет по ним, как бы по лугу и саду. Пусть угрожает ему другим каким-либо родом мучения, он не цепенеет при виде их и не уклоняется, потому что его душой вовладело желание благ будущих. И он, как бы находясь вне тела, становится выше страданий, и в будущем подкрепляет высшие благодати, даже и не чувствует телесных мучений. Поэтому прошу, чтобы нам быть в состоянии легко выносить труды добродетели, покажем великую любовь к Богу и к Нему устремим наши мысли. Не будем никаким предметом настоящей жизни останавливаться, ни на каком предмете настоящей жизни останавливаться, на этом поприще, но помышляя о непрерывном наслаждении будущими благами, станем благодушно переносить все скорби настоящей жизни. Пусть ни бесчестье не печалит нас, ни бедность не стесняет, ни болезнь телесная не ослабляет, бодрости душевные, ни людское презрение и унижение не делает нас менее усердными подвигом добродетеля, но все это, стряши с себя, как пыль, и приняв бодрое и возвышенное настроение Духа, будем таким образом во всем обнаруживать великое мужество. И как и вчера просил Любовь Машу, постараемся примириться с врагами и все прочие страсти исторгим из души нашей. Возмущает ли вас нечистая похоть? Изгоняем ее. Разжигает ли гневливость? Утолим этот жар пением духовных наставлений, показывающих гибельность этой страсти. Ибо гневающийся на брата своего повинен огненной геене. Возмущает ли нашу душу сребролюбие? Постараемся бежать от этой губительной заразы и исторним ее, как корень всех зол. Да и каждый из возмущающих нас страстей постараемся исправить, чтобы воздерживаясь от злых и совершая добрые дела, могли мы в тот страшный день удостоиться человеколюбия Божия благодатью и щедротами Единородного Сына Его, которому Отцу со Святым Духом слава, держава, честь ныне и пресна и во веки веков. Сегодня в час дня на территории лагеря совершим водосвятный молебен. В час дня. Подходите ко Христу. Воскресенье Христово Иисусе Воскресенье Христово Иисусе Единородный грешному Хресту Твоему поклоняйся Христе и Святое Воскресенье Твое, Твое мы славим. И, если Бог наш праздник, и Бог не знает имя Твое и Петуха, прийдите всемирный, поклонимся Святому Христову Воскресенье. С неба прийдите Христову радость всему миру. С неба благословящее Господа, Твое воскресенье Его распятил Воскресенье Воскресенье С небе С небе С небе Разрушить Разрушить Сегодня Церковь совершает память всех святых в земле российской просиящих. Русская Церковь, наверное, более всех имеет святых мучеников за веру Христову. Особенно богатый этим 20 век. Пришлось мне как-то быть свидетелем, то есть общаться с одним из мучеников, Архимандрит Парфений, который 20 лет провел в лагерях особого режима. И как он свидетельствовал, что только, говорит, выжить мне помогла благодать Божия, которая, говорит, всегда споспешившися во мне. Об этом мы видим, когда читаем книгу Отец Арсений, какие мучения выдерживает этот мученик. И это единицы только засвидетельствовали. Нашли в Красноярской тайге могилу, где 60 с лишним священников были расстреляны все. То есть великое множество русских людей, которые до смертного часа хранили верность Богу, Спасителю нашему. Совершая их память, мы молимся, чтобы и они, эти святые, мученики, которые твердые были веры, чтобы молили Господа, чтобы и нам, Господь, даровал такой же твердости веры, чтобы, если даже и постиг у нас испытания, мы оставались тверды в уповании на Господа нашего Иисуса Христа. Ибо часто бывает так, что нет никаких испытаний, гонений, а мы жизнью своей как бы отрекаемся от этого, потому что делаем дела противные, заповедям Божьим, а это уже есть отречение. Приступаем к заповеди, а это уже отречение. Все святые, земля российская просеявшая, молите Бога о нас. Спасибо. Ради всех вас Господа. Спасибо. Господа. 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 Привет Как вы играете? Ну, ты, Малисея, привет вам. Я шарик нашла, и я кедрю. А какую сетку? Ну, на стол. Здесь, здесь она? Да, в которой мы натягиваем. Там же есть у нас сетка. Такая? Просто... Шуец. Так. Так. Учитывай. Вот она, мальчика, вот. Пока уедут все. Вот. Мы сидим. Так. Ваня. Так. 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 Субтитры делал DimaTorzok Обращение к деревенским Вы помните, при самом начале деревни, когда начинали, мы тут привозили бульдозера При Брихинском РСУ Потом я договорился с Мамонтова Два на каких-то площадках привезли Ну вот тут жил Геннадий Петрович Он оделся в форму, пришел и начал митинговать Может тут стратегический кабель закопан в пруду Ну и мы не окончили Поэтому это у нас пруд заброшенный Его свободно можно на два метра поднять Мы сейчас плотину раскрыли полностью всю Поработали тут Теперь можем мы восстановить или нет То есть речь идет о Тугрегах С батюшкой посоветуйте, соберитесь вместе и решите Потому что у меня приезжают люди на крещение Я с ними договорился, они остаются бетонировать, как на том пруду сделать Но на два метра выше эта рыба уже замерзать не будет Привезли мальков, карпов Ну теперь живой, все погибло А они в осень уже какие-то большие выросли Мы хотели Аратана завезти, но он пожирает все Рыба такая, она замерзает, как лягушка Сейчас звонил Сеськов, разговаривал с директором, я просил узнать Он говорит, могу помочь, но сейчас нет, сейчас силы закладываем, говорит Трактор свободный есть, но нет тракториста А говорит, плотину хорошо делать, это надо два трактора К-700, который колесный большой и гусеничный Двумя тракторами, говорит, надо делать, одним, говорит, не что Ну два, но не один день Не один день Стоит трактор три с лишним тысячи час Это по расценкам, которые есть у них Три тысячи в час Ну чтоб работал, не дорога Я именно завел и пошел Да Не отхорчили, когда мы едем Три тысячи в час работает Машина, простая машина, стоит полторы тысячи в час Вот ты взял машину, что-то привезти, полторы тысячи в час Кто-то может поросенка, какого-то, доставечку батюшки потеребить его надо Пожалуйста, берите всех моих овечек О, все, здорово как, уже все Игнатий Игорьевич, а вопрос можно, вы как хотите, поднимать плотину или углублять? Плотина только один колес поднять, этот поднятый Дальше сделать стоки, бетонировать, арматура все надо, как сделать Мы уже все это очистили, посмотрели И плотину надо продолжить до насыпи Потому что там низина, и вода там и пойдет Она идет Игнатий, вы же правильно первый раз сделали, когда ее углубили Все правильно, все хорошо сделали, но мы не окончили Просто, который вывезли, все правильно сделали Тут приезжала комиссия, все, претензий нет Но мы не закончили Шофера встали и говорит, ну он стоит в милицейской форме, подполковник, митингует, говорит И все, заплатили, машину уехали, приехали трактора А потом он приехал к матери моей Не приехал, а прибежал Что я наделал-то, говорит Наверное, черт меня туда сунул Он понял, что еще что напарил Заплатили, трактора были, два трактора, бульдозера Бульдозеро-то бы сейчас такое было Ну, в общем так, по предварительным данным это где-то выйдет, ну, поболее 100 тысяч будет Это только за трактора Ну, остальное у меня люди, если будут здесь, мы будем делать это бесплатно Маленькое, 100 тысяч надо найти Главное, стоки сделать Они говорили, это все прорвет Ничего не прорвало, так и стоит Две тысячи долларов Мы с молитвой будем делать Ну, а так, обсудите деревенские, кто еще может помочь Так, остановитесь За руки подлые, берите На счет занятий, часа два, можем мы занятия сделать или нет? Так, Лена, где Лена? Два часа Занятия, сейчас молебен, сколько молебен? Не знаю Сколько молебен будет продолжать? Ну-ка догонись, спроси Батюшка, сколько времени молебен будет? Час Сейчас? Ну, на два, на два назначить Сюда, в школу или в лагерь? Нет, или потом надо, на два это обед уже На два обед уже Да Ну, назначить на три Ну, давайте на три часа обедим А потом сразу, после трех часов А где будем в школе? Пойдут Я не знаю Где занятия будут? Где занятия будут? В лагере где? А куда? Назначить где? Ну, народу много, наверное, в лагере надо Ну, если там комары, мы сделали там возвышение, где обедаем На кучу навозной обедаем Ну, все, тогда считай Маленько расшевелили, вон они, пошли наши братья Давайте подлое Подлое, так же Подлое, зарплите Ну, давай, Никита, иди быстрее теперь Ну, давай, Никита, иди быстрее теперь Я ударю сейчас в полок, а то снимай Ну, давай, Никита, иди быстрее 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 Ну, сегодня не то, что вчера Сегодня день просто перегруженный Сейчас мы лебем, пообедаем Еще после занятия, после занятия лодки, после этого фильмы смотреть Отстала, Никита, иди быстрее Отстала, Никита, иди быстрее Ну, все, тогда будет, давай Отстала, я тебе Аппарат Отстала 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 Отстала